На встрече 1 июля мы с жителями дачных массивов договорились, что мы создадим рабочую группу, на которой все имеющиеся вопросы проработаем для того, чтобы нам соблюсти законные права и интересы всех сторон данных взаимоотношений. Это в первую очередь собственников дач и, с другой стороны, инвестор, который обладает земельными участками и имеет планы по строительству экоглэмпинга. В сентябре-октябре прошлого года на одном из агрегаторов объявлений было размещение о продаже земельных участков, о которых идет спор. Инвесторам было принято решение о приобретении, мы приехали, посмотрели, нас он заинтересовал, потому что это красивое место, удобные подъездные пути и в концепцию глэмпинга это прекрасно вписывается. Что такое глэмпинг? Еще раз на всякий случай обозначу. Это экологический отдых, тихий отдых внутри естественной природы. То есть это концепция, когда объекты для проживания и размещения интегрируются непосредственно в природную среду. Это делаются не капитальные объекты строительства, это объекты, которые модульные, каркасные, из современных технологий. Когда мы начали подготовку, на данный момент мы провели фотографическую съемку, вот она у нас здесь представлена. Для этого были деревья, естественно, помечены, когда инженеры работали. У жителей это вызвало недовольство и начала зараздаться вот эта ситуация. Мы о ней узнали, и, как я понимаю, и органы власти тоже, и средства массовой информации. То есть жители не позвонили ни нам, не позвонили ни в органы власти, сразу пошли в СМИ. Это их право, тут вопросов никаких, но вот на данный момент мы имеем примерный вопрос. Это если очень кратко. Вы узнали, что вас жители позвали, а мы узнали информацию о том, что в феврале была встреча с Денисом Павловым, тоже это осуществлялось в прессе. Мы узнали о том, что вы уже строите. Это было написано в прессе в мае. Естественно, люди съездили в Воскресенск и узнали. Поехали в Воскресенск на своих дворях. Вы не пришли к жителям и не сказали, что мы хотим тут. Давайте посвящаемся. Конфликт возник из-за того, что вы за спиной пытаетесь реализовать что-то. Скажите, пожалуйста, вы его купили в землю сельхозназначения? Витр разрешен в использовании какой наиболее? В землю сельхозназначения. А сегодня он какой? В землю сельхозназначения. Скажите, пожалуйста, как вы получили инвестиционный проект и поддержку наших властей, если земли не соответствуют? Каким образом? С каким проектом вы обращались? Где ознакомиться с этим проектом? Этот вопрос и к вам, и к вам. Это же вопрос. Если вы занимаете инвестиционный проект, то здесь мы не бросим денег у власти. Мы говорим о том, что есть люди, которые готовы вложить свои деньги в развитие нашего региона, в развитие туристской инфраструктуры на территории региона. И мы просим информационной и организационной поддержки от власти. Больше ничего. Вы, в принципе, против или при каких-то обстоятельствах можете рассмотреть. Вот, в принципе, журналист в этом месте пусть инвестируют в любое другое место, которое не задевает интересы двух СНТ. Не будет экологически чистого и спокойного отдыха. На сорока сотков, которые выкупил господин инвестор, не будет у него спокойного отдыха. Инвестор может указаться от проекта СНТ. Если там кто-то организует дачи, допустим, не мы, допустим, другие собственники, которые там есть, какая будет ваша дача? С дачами мы договоримся. То есть, если там построится дача? Но у нас цель, не дача там, у нас цель вернуть землю лесному фонду. И этот вопрос мы будем и вам адресовать, и вам адресовать. И всем присутствующим здесь, но с основным лицам мы будем адресовать. Вопрос в какой момент эти земли из лесного фонда перешли в другой статус? Министерство природных ресурсов и экологии Гончаров Владимирович. Значит, с 2017 года на территории Российской Федерации, в соответствии с Федеральным Законом номер 280, введена так называемая лесная амнистия. Может быть, слышали, да? Конечно. Она распространяется только на земельные участки, которые были поставлены на учет в ИГРМ до 2016 года. Вот после уже, значит, они на них не действовали. Так как эти участки были, значит, приобретены и поставлены еще в 2012 году, они имели право этого, право воспользоваться. Они воспользовались так, как многие тысячи жители, граждан по всей России. Действительно, именно границы лесничеств не были в то время определены. В 2012 году. То есть не было границ. У нас в реестре недвижимости не было этих границ. Земельные участки были поставлены на основании документов, именно предоставленных администрацией Воскресенского района в 2012 году. И распоряжалась этими земельными участками администрация. То есть документы все были публикации о предоставлении этих земельных участков в газете. Были вынесены постановления, заключены договора о купе-продаже. Граждане просто так приобрели, а не выкупили эти участки в 2012 году. Что значит, вот вы говорите, лесной фонд? Да, у нас по всей Российской Федерации в практике видим, даже половина СНТ налагаются на лесной фонд. То есть ваши земельные участки могут находиться в лесничествах. Для этого было принято вот это лесное амнистие. Если гражданин действительно до 1 января 2016 года, право у него возникло не только постановка на кадастровый учет, а именно зарегистрировано было право, либо был построен объект до 1 января 2016 года, и было зарегистрировано право, он имеет право этим участком пользоваться, и это право, как бы никто его не лишит этого права. И вот эта амнистия говорит о том, что мы вырезаем из лесничества еще участки. У нас очень много в Саратовской области, когда просто граждане, члены СНТ приходят, а у них половина участка в лесу. И мы обрезаем этот лес по его участку, потому что право у него возникло до 1 января 2016 года. Если вдруг подтверждается то, что правообладание законно, что делать будем, Павел? Я думаю, что оценивательность он и привлекательность данного проекта. В любом случае, человек вкладывает деньги, он должен зачесаться, а нужно ли ему конкуренты в виде двух бас-отдых? Нужны ли ему садоводы, которые с лопатами будут бегать вокруг этих сорока садов? За их отдыхающими? Да, да, да. Нужно ли отсутствие Волги? Нужны ли какие-либо проблемы? Хорошо. Если эти проблемы инвестора не остановят, направьте пивка, глава района, другое теплое место. Мы глава официально. Андрей Сергеевич, вы поддерживаете этот проект и, пожалуйста, направьте. Я вас тоже поддерживаю. Нас поддержите сохранением. Вот мы для этого и не работаем. Для этого же работаем. Андрей Сергеевич, можно вопрос задать? Мне, вот посмотрю на карты, мне непонятно, где у вас въезд, где у вас выход к Волге, где вы в инкландроцикл собираете. И у меня такое чувство, что въезд у вас через территорию СНТ, электричество у вас с СНТ, и выход к Волге через СНТ. То есть изначально конфликции СНТ у вас заведут. То есть у вас в начале проекта не будет. Я не понимаю ваш проект. Не понимаю. Нет никакой. Вы выбрали анклав, который зажат между СНТ. Как вы будете вовне выходить? Вот к чему привлекательность вашего проекта? Каким образом вообще вы его... Давайте мы этот вопрос будем решать уже по этапу. По этапу. Какие этапы? Я методом научного тыка нашла информацию о том, что 3 мая было совещание с участием губернатора, на котором создался проект. Почему? Я поправлю здесь информацию. Там не обсуждался проект. Вы докладывали о реализации? 3 мая, да, я был на приеме губернатора, Роман Викторовича, я докладывал о развитии Воскресенского района, о реализации национальных проектов федеральных государственных программ на территории района. Среди прочего, я проинформировал Роман Викторович, о том, что на территории района планируется строительство. Там слова другие были. А мы тоже почитаем, да, слово? Я проинформировал губернатору. Ну, информацию даю. Поэтому это наша работа. И для того, чтобы мы, когда проинформировались, почему я проинформировал? Потому что в феврале месяце действительно у нас встреча состоялась, да, в комитет по инвестициям. Да, сразу определить, вот есть желающий человек. Почему мы ему должны были отказаться? У меня задача у самого какая? Вот мы представители различных служб и ведомств пригласили для того, чтобы ситуацию забрать. Еще раз, вот я вам усматриваю, что в первую очередь нам нужно сейчас при помощи прокуратуры, судебной инстанции проверить все эти сделки, которые заключил Коровин Андрей и которые предшествовали всем передачу прав. Вот это мы сейчас будем делать. Это первое. Дальше какой вывод у нас будет? Либо подтверждается законность, либо не подтверждается. И тогда, если сделки будут признаны незаконными, значит стороны будут проведены первоначальное положение, ну, грубо говоря, все будет отмотано. Это одна ситуация. Вторая ситуация. Ну и соответственно, тогда уже, наверное, целесообразности там реализовывать не будет. Если подтверждается законность правообладания, здесь опять же нам надо будет с вами работать для того, чтобы Андрей Сергеевич все-таки нашел возможность подружиться с данными двумя СНТ. Подружиться. Вы меня обольте, а мы не больше. Товарищи, ну я выслушаю, какие вопросы. Я выслушаю вопрос, да вы начинаете спрашивать его, а коммерчески привлекать, а то вот продумал там спуск в Волге крутой. Я сам пошел в тот день, я говорю, как там где купаться? Да вон там вот это, я так сверху смотрю, там столько водорослей, это вы прошли, только купать. Которую сказал Андрей Сергеевич, но это частная дорога нашего СНТ, которую мы сделали сети, тем более, поэтому, конечно, здесь вот эти все вопросы необходимо снимать. Я в первую очередь от цели преследования. Я предлагаю стоять за диалог, за диалог. И вам тоже, вам не надо закрываться. Потому что я смотрю, вы так вот как-то отстраняетесь от жителей. Если даже вы будете реализовывать проект, вы будете соседствовать. И вот эти вещи, которые вас уже сейчас спрашивают, ну вы идите навстречу, будем так же нельзя там, вот вы собственники, все, я что хочу там наделал. Нет, ребят, у нас сейчас уже 90-е слава богу прошли. Как вот, я бы на вашем месте поступила, что можно сделать, чтобы сохранить все это? Я так понимаю, что инвестор готов значит сохранить первоначальному, видеть все это дело, ничего не рубить, но чтобы эти слова подовредились, делал, значит, можно какой-то на этот земельный участок нанести обременение. не только может на этот, может там частичный или СНТ, где тоже хороший ваш дубль растут, чтобы их не рубить. Вот и вот взять СНТ, значит, вот эти участки, и возможно какое-нибудь обременение. Их существует большой жизнобрать. Это и весной, это весной пояс, это и памятники природы, и значит, опыт какой-нибудь. Можно посмотреть по законодательству, на другое средство тоже, может, подскажет. А кто инициатор должен быть от кого-то должен? Куда-то из-за инициативы. Ну, смотря, что, если там, например, обременение на памятник природы, они будут муниципальны регионально-федерального значения. Если, например, зеленый пояс, то значит, инициатива должна от администрации исходить. У нас там четко с артапом городские леса, можно ли отнести к территории городским лесам или нет? Устал, в городе, но только внимательно закладайся, посмотреть. Поэтому есть много различных нюансов, чтобы наложить обременение. Это просто раскатка по примеру умысленной болиарды. Здесь вопрос упирается в том, что данная территория будет использоваться в коммерческих целях. Я, например, на дачу магазин поставить не могу на своей собственной земле. Если они что-то нарушают, они... Об этом и есть. Это коммерческие деятельности, которые повышают проходимость данной территории. Если они что-то нарушают, они нам не приседают администрации. Если есть запретные, для возврата земель в лесной фонд затыл. Допустим, если это вся территория в лесной фонд, мы сейчас ведем. Вы думаете, что проще будет реализовать своих детям? Потому что этот лесной фонд подлежит рекреации. Если вот нас сейчас возьмем все берега Волги, это все лесной фонд. И там труба и мы будем обязаны предоставить в аренду земельный участок от рекреации. И он построит... Да вопрос, почему именно этот участок с годовыми, с вековыми соснами? Вопрос-то в этом. Другой участок. По дороге до этого участка куча сосновых посадок где-то. Четырех-теких годовалых деревьев. Разве бога. Я не знаю, почему они выбрали это. Об этом и речь. Я вам скажу, что это воздействие. И он еще внутри СНТ. Который находится в собственности в госдес фонд. Мы обязаны предоставить этот участок, если он кто-то захочет, сформирует земельный участок, его под рекреацию и в аренду. У нас в Воскресенском районе практически все эти базы находятся в лесном фонде. Мы как корпорация не можем отказать никакому юридическому, суфидическому. Все есть инициатива, мы ее должны отрабатывать и поддерживать в любом случае. Насколько это, так скажем, прибыльно реализация этого проекта и условия, что есть еще две туристические базы, свою прибыль должен оценивать частный инвестор, который вкладывает эти денежные средства. А ориентировочная стоимость данного проекта? Вот 40 миллионов. Насколько я смотрела проекты, глэмпингов, Московская область, Байкал и все прочее, там презентуются все глэмпинги на территории от 1 до 2 до 5 гектар. То есть тогда, да, просторно, уникальный отдых, уникальная природа. Я сижу на своем гектаре, любуюсь. Я никого не задеваю. А тут на 40 сотках, грубо говоря, огород. Игрочайчик строит. Ну что это за отдых-то? Мы заедем, мы справились, университет, инициатор, в принципе, приехал, для того, чтобы можно было как-то модернизировать. Или кому-то надо зарыть эти 40 миллионов, и потом это, кому-то отчитаться. название в том числе ваше. Почему вы не можете с другой стороны так смотреть не проехать? Если вдруг там действительно сделать хоть детскую площадку, и дети с аниматором могут хоть, то есть можно университет. Вот сказки не надо. Вот сказки не надо. Нет, почему? Вот это сказки. На 40 сотку в детские площадки 12 домиков? Я вам не сделаю, что это будет сейчас фактически. Я вам говорю о том, что мы с вами можем сейчас какие-то предложения внести для пациента, чтобы мы их изменим в детстве с расположением. И не нужно где-то эко-глендинг. То есть домик за свои деньги получить качественный отдых, а не толкаться на одном участке с садоводами. У нас там детки, которые в этот вот день вы, Денис Леонидович, помните, они вообще очень агрессивны. Они кричали, а давайте пойдем на федеральную татуру. Давайте, мы еле-еле удержали на арон от того, чтобы это закончилось задержанием и потом сопровождением в милицию. Вы поймите, пожилые люди, пожилых людей тоже нельзя, они у нас много осталось. Без несения всех соответствующих изменений строить тоже никто не будет и никто не даст. В контроле надзорные органы не дадут строить. И вы не дадите строить. Это точно. Но тем не менее, просто история раскрутилась совершенно со смешной ситуацией, когда просто наши дети, гуляя в лесу, увидели серые метки на соснах, на огромном количестве сосен. И с этого все начали раскручивать ситуацию. Данная ситуация у нас находится на контроле. Кроме того, о данной ситуации известны и прокуратуры в Саратовской области. То есть в настоящее время проводится проверка, которая соответствует контроле. По результатам этой проверки соответственно будет принято законное решение. То есть нарушение ваших прав здесь запущено не будет. В правках проверки соответственно будут истребованы все необходимые документы, чтобы, так скажем, выявить, проявить анализ на предмет законности. То есть если это не законно, то в любом случае будут возможны исковые заявления, то есть если о чем мы с вами и говорили об изучении земли и спецфонда. Но это опять же нужно сначала провести проверку, изучить все необходимые документы и уже только после этого принять решение. Но в любом случае решение будет законное, то есть обоснованное. Нарушение там чьих-либо прав, нарушение законности на территории Европейсенского района допущено не будет. А кто с областной прокуратуры у вас в курсе? Нам просто интересно, потому что вы лицо как бы здесь местом уровне. Я думаю, что хотелось бы знать, как бы сейчас в данный момент эта вся ситуация находится в контроле, то есть кто лично занимается? У Пукурова района постучилась мастер. Можно вопрос на прокуратуру? Как он нет? По мере, в царапце надо послушать. Постушить. Это Воскресецка. Это Воскресецка. А я как-то в основном. Но сейчас за этим занимается прокуратура Воскресецкого района. Мы сидим не просто так, а соответственно занимаемся этим вопросом. Можно вам вопрос? Да, конечно. А вот пока идет разборка, вы можете наложить обременение, чтобы пока с этим участком, не дай бог, сосны пока не попилили? Пока разборки какие-то идут, документы проверяете? Еще что-то? Сейчас видите, в чем вопрос. Сейчас первостепенно, что необходимо сделать, это в кратчайшие сроки истребовать документы. То есть в первую очередь понять на основании чего вот эти земли вообще были переданы в частную службу или в собственность. И кто принимал это решение. Уже если после этого изучить вообще план того, что здесь будет необходимо. То есть изначально нужно изучить все документы, чтобы уже принять какое-то решение, чтобы было понятно, в каком направлении необходимо производить проверочные проекты. То есть если будет необходимо, то у нас соответственно будут привлечены узконаправленные специалисты. То есть это так же с Росреестром и так же с ОНД. Мы просим прокуратуру провести соответствующую проверку для того, чтобы установить, когда были эти земли участки в лесном фонде, входили они или не входили, и как в последующем они перешли в частные руки. Вот это наша задача. Первое. Второе. Я услышал для себя здесь тревожную информацию относительно нарушения противопожарного законодательства, относительно нарушения правил благоустройства собственниками этих земельных участков, из нас никто в глазах не видел. Мы в глазах не видели, но вы их знаете. Следующий момент, который я увидел, большое количество вопросов касалось, это вообще целесообразности в принципе проведения и организации глэмпинга на этом месте. Учитывая план, учитывая размещение домиков вблизи садовых товарищей, учитывая, как вы говорите, сложный выход к Волге, потому что он проходит через территорию СНТ, которая будет закрыта и так далее. Но эти вопросы, я думаю, должен над ними подумать сам инвестор, для того, чтобы минимизировать для себя, в первую очередь, коммерческие риски. А в целом, я считаю, что сегодня хорошая ценная информация от Владимира Гончарова прозвучала относительно возможности по инициативе администрации установить обременение на рубку лесных насаждений на данных участках, на зеленых насаждениях. Поэтому мы еще детально изучим вот эту возможность, и по необходимости соответствующие обращения в мир природы. Ну, смотря, какой статус будет. Если это лесной пояс, значит, вы там направляете информацию. Время, вы как-то изучим, мы глубину, просто поймем, какой выгодни, наверное. Да, с таким мы обратимся. На сегодняшний день работу над этим вопросом продолжаем. Для того, чтобы помочь органам власти ситуацию разобрать, в письменном виде аккумулируйте вопросы, передавайте мне или в прокуратуре, лучше мне для того, чтобы мы централизовывали, уже обобщив, привлекали всех заинтересованных сторон для снятия всех проблемных вопросов. Спасибо.